Особое мнение на 101FM Вы знаете, для меня это абсолютно странное назначение У нас в стране проходят различные кадровые конкурсы, которые делает, я так понимаю, администрация президента Последний конкурс не так давно был, в том числе участвуют и кировчане Для чего брать человека, который уже был и который уже на заслуженном отдыхе, которому, я так понимаю, 65 лет Да, в 1957 году он родился Честно говоря, для меня это непонятно То есть, такой, знаете, очередной молодой перспективный юрист Но если в отличие от бывшего председателя ЗАГСобрания, конечно, он еще молод Но я считаю, что все, что связано с предпринимательством, в первую очередь, должны быть молодые, какие-то амбициозные Которые хотят двигаться, хотят что-то продвигать в области и так далее А то, что сегодня в команду действующего губернатора приходят люди, которые работали в команде предыдущего губернатора, да, Николая Шаклеина Это нам о чем-то говорит? Потому что мы знаем, что до этого Игорь Васильев прибегал к отношению кадров Они работали же не только в команде Шаклеина, они работали в команде Белыха, если говорим, мы сама Солятиня Он был, я так понимаю, директором лыжного комбината Киров-Лес, который... Такая дошумевшая история Поэтому изначально их всех изгоняли и говорили о том, что, ну, видимо, с ними не по пути А сейчас их берут обратно, видимо, за неимением как бы никого и ничего То есть подходят и эти Поэтому я считаю, достаточно странное назначение И даст это что-то для региона или нет, ну, я считаю, что нет Ну, вот вы говорите, что за неимением никого, а кадровый резерв, вот вы сказали Ну, я думаю, что в правительстве, так же, как и в городской администрации Кадровый резерв абсолютно не рабочая история Почему? Потому что, ну, человек, да, он там умен, он занял среди, там, в конкурсе какое-то место То есть он как-то что-то доказывал Но он непонятный, а у нас же берут по личной преданности То есть, чтобы выполнять, там, какие-то задания, там, и прочее, прочее Ну, по крайней мере, в администрации То есть принцип подбора не профессионализм? Нет, принцип подбора — это лично записная книжка в телефоне И в первую очередь лояльность И, видимо, ну, я считаю, что вот это последний вагон, в который мог запрыгнуть соцелетин Понятно, что он будет, ну, на мой взгляд, делать то, что, вот, говорит ему его работодатель Поэтому, как бы, а... Ну, то есть каких-то существенных подвижек в отрасли нам точно ждать не стоит Ну, во-первых, у него такая отрасль предпринимательства Какие у нас могут быть подвижки предпринимательства, когда люди из региона уезжают? Уезжают, в первую очередь, молодые люди Особенно вот, когда едешь на поезде в Москву, да, там вот история у всех одни и те же То есть мы жили в Кирове, переехали в Москву, очень рады Или, допустим, со студентами, там, каких-то наших учебных заведений Вернее, с бывшими учениками наших, там, школ То есть вот мы учимся в Москву До вопроса, сколько вас там уехало из класса, там, уехали все, двое остались Он на вопрос, вернетесь ли? Да, нет, естественно, никто уже практически не собирается И всеми, они, по крайней мере, стараются остаться где-то в больших регионах Это Москва, Питер, ну, кому что нравится, да Поэтому говорить о каком-то подъеме предпринимательства без, скажем, без людей, без молодежи Которая может двигать это самое предпринимательство, что-то создавать, что-то То есть у них еще есть стремление, желание Ну, наверное, это спешно и бесполезно Поэтому, я считаю, никакого развития предпринимательства здесь быть, в принципе, не может Особенно то, что по районам области, там уже, в принципе, остались, ну, мне кажется, процентов 80 Это самолюди пенсионного возраста Поэтому, ну, о ком предпринимательстве может идти речь? О промышленности? Промышленность какая? Министерство промышленности и предпринимательства? Промышленность у нас остались только военные заводы И то они действуют ровно до того, пока есть специалисты на этих заводах Пока есть токаря Пока есть даже самое ценное не заказ, а ценное, кто будет на этих заводах То есть на сегодняшний день там дойти инженера или токаря Это достаточно, как бы, сложная задача Поэтому я не верю, честно говоря, ни в какой там подъем предпринимательства Потому что, ну, этому, честно говоря, в области ничего не способствует Буквально могу еще добавить Вот буквально недавно я слышал интервью губернатора Пасковской области Где вот очень, значит, четко было сказано То есть мы стараемся собирать всех лучших педагогов, лучших врачей И если и каждый... Собирать в смысле в Москву приглашать В Москву, в Московскую область И каждый глава муниципалитета в Московской области Лично там отвечает за его благополучие За его какие-то социальные вопросы, которые у него возникают Там школа, садики, больницы там и так далее Поэтому и вывод у губернатора Московской области такой Что если у нас будут лучшие педагоги и лучшие врачи Соответственно, у нас будет лучшее образование и лучшая медицина Если у нас это все будет, тогда у нас будет самая лучшая экономика Потому что люди к нам поедут и будут здесь обосновываться И вкладывать свои мозги, умения и так далее И будут стараться работать, дорожить этим местом, где они живут и так далее Что происходит у нас? Очереди в детских садах, очереди в школах Какие-то прожекты, что мы построим школу в 25-м году Ну, она уже неинтересна некоторым детям Что они построят в 25-м году То есть ребенку 7 лет исполняется, он должен идти в школу Соответственно, надо, наверное, в первую очередь обратить на социальное Чтобы люди здесь хотели остаться Чтобы их, по крайней мере, останавливали Может быть, в какой-то мере благополучие и удобство в плане детей Чтобы здесь было достойное образование, школы, медицина и так далее Тогда, в принципе, наверное, может часть этих людей, которые сейчас уезжают Будут оставаться И тогда можно думать о развитии какого-то предпринимательства Сейчас развитие предпринимательства без людей невозможно Подождите, вы говорите, что если будет хорошо в социальном Тогда можно думать о развитии предпринимательства А я хочу вас с другой стороны спросить Ведь чтобы была социалка, сначала нужно вложить в экономику Чтобы появились деньги у регионов Самое ценное в любом бизнесе Бизнесов можно придумывать много И можно дойти денег Дойти бизнес У нас есть там банки и прочее То есть привлечь инвесторов и так далее Но любой инвестор не будет вкладываться Если на территории нет людей Вы сейчас не убедите никого инвестора Строить завод в каком-нибудь районе Где 90 или 80 процентов Остались одни пенсионеры Кто туда поедет И говорить о том, чтобы туда поехали То есть социалка все-таки первичнее Я бы не сказал, наверное, тут первично или вторично Тут быстрее всего все это должно делаться параллельно Но так как социалка у нас очень сильно запущена В принципе, от чего люди уезжают Вот если мы зайдем на сайты каких-нибудь там Муниципальных детских садиков в Пасковской области Ну, например, там, городовки, королев и так далее Мы увидим, сколько количества мест Вот если вы сегодня туда приедете Вы можете спокойно привезти туда ребенка Поэтому у нас же это У нас человек же в центре ему дают садик Там, в Сидоровке или в Русском Понятно, он отказывается Говорит, а, ну отказались Значит, в принципе, очереди нет, вы не нуждаетесь Ну, это же обман И потом нас отчитываются Говорят, да нет у нас очереди в детских садиках Ну, как ее нет? То есть мы все с этим сталкиваемся Мы все это видим Поэтому я думаю, что это должно развиваться параллельно И должно как бы именно двигаться А не... Так тогда проблема не в одном отдельно взятом Министр промышленности Тут, знаете, как бы Я сомневаюсь, что, допустим, там В 65 лет Есть желание что-то там Ну, прямо такое грандиозное Что-то делать, менять Там и так далее и тому подобное Ну, человек, ну, дидаром В советское время придумали Пенсионный возраст, да? 55 и 60 лет для мужчин Ну, сейчас его, понятно, поднимают Потому что, опять же, потому что нет людей И мы, как бы, у нас происходит уменьшение населения Поэтому у нас в том числе рабочего населения Поэтому, ну, этот возраст Он же каким-то образом Его кто-то же высчитывал Да, то есть почему-то 55 именно Не 56, там, не 60 То есть там и так далее 55 у женщин, 60 у мужчин Поэтому я считаю, что потенциал, в принципе Особенно на такие именно рабочие места Где надо двигать, где надо стараться Где надо пытаться зарекомендовать себя Что, может быть, чтобы тебя заметили Где-то и уйти дальше Смотря у кого какая цель Конечно, надо ставить Вот как раз из кадрового резерва Может быть, тех, кто... Ну, может быть, человека с амбициями молодого Который хотел бы еще расти дальше Совершенно верно Поэтому это Мое мнение Поэтому я считаю, что Ничего глобального не произойдет Мы просто заняли Одного из пенсионеров Ему просто, конечно, станет веселее Чем сидеть дома Или, к примеру, он просто будет ходить на работу У нас таких людей достаточно много У нас в администрации Там непонятно, кто чем занимается Поэтому я думаю, что это просто занятие Вакантной должности Тогда к смежной такой, опосредованной Имеющей к этому вопросу теме Давайте перейдем Прямые выборы мэра города Общественная организация городских проектов Запустила на днях сбор подписей За возврат прямых выборов мэра И они собирают на специальной платформе И предлагают жителям города Поставить свою подпись Если они согласны с этой инициативой Параллельно стало известно Что завтра, 26 марта Состоится заседание рабочей группы Которая была образована после того, как В городской администрации рабочей группы Которая была образована после того, как В ноябре прошлого года Справедливая Россия внесла законопроект О возвращении прямых выборов мэра Соответственно, завтра, насколько мне известно Рассматривать будут два законопроекта Один тот самый законопроект Справедливой России Который упраздняет двоевластие И совмещает должности главы города Главы администрации И делает должность главы города выборной И второй законопроект Который до этого был внесен В законодательное собрание Это законопроект Валерия Басюка Насколько я понимаю И он предусматривает Тоже отказ от двоевластия Но глава города Не будет избираться на прямых выборах А будет назначаться Утверждаться городской думой По итогам конкурса И кадрового конкурса И решения кадровой конкурсной комиссии Вопрос в чем? Вот то, что это происходит А значит ли это, что борьба за возвращение Прямых выборов Ну, закончится, наверное Я думаю, что она не закончится И вы знаете Вот то, что я слышал В законодательном собрании Некоторые депутаты говорили Что в прямых выборах Очень много популизма Там один депутат Балыбердин Такой высказывал Что достаточно много популизма И люди могут не разобраться Но, видимо, у нас конкретные депутаты Видимо умнее всех жителей города Что 500 тысяч не разберется А именно вот они как бы разберутся На самом деле я был В прошлой комиссии Когда избирали Вот у нас Действующего главу администрации Когда выборы не состоялись И Которые состоялись То есть я участвовал в этих конкурсах Был один из десяти Но я вам хочу сказать Что это не выборы То есть это точно не выборы Это знаете как Ну, там Есть технические кандидаты Как будто Которые изображают Что это выборы И есть Это как Играть в шахматы По стеру спорта И первокласснику Поэтому Само это выборами Точно дозвать нельзя То, что сейчас происходит И то, что они предлагают Оставить То есть не может Десять человек Решать судьбу Саможителей Полумиллионного города То есть Однозначно Горожане должны Сами себе выбирать Главу Как это было Последний избранный Мэр у нас Василий Алексеевич Киселев То есть он избирался Дважды Другого способа Я считаю Избирать главу Города Просто нет И быть не может Потому что Здесь живут люди Они являются Работодателями Всех вот этих Чиновников Которые там Сидят с непонятным КПД С непонятной Производительностью Что они там делают Для города Вот если прийти И каждому Создать листок Что ты хорошего сделал Хотя бы за месяц То наверное Им будет крайне сложно Это Сама сделать Поэтому Я видел Как все это происходит Поэтому я вам Хочу с уверенностью Сказать Что это точно не выборы И Кроме как Прямых выборов На голосование Других Я считаю Не может быть То что Будет завтра Происходить Рабочая группа Ну это Во-первых Городская дума Не решает Ничего Они только могут Рекомендовать Там на рассмотрение Так скажем Внести в законодательное Собрание Не более того Я думаю Что если Попытаются Оставить Чтобы Для того Чтобы назначать Удобного Главу Администрации То Быстрее всего Будет опять же Довольство Населения И так далее И я думаю Что эта тема Пока Мы не вернемся К прямым выборам Она не закончится У нас есть Активные Жители города Не Безразлично Которым Все что происходит Здесь Вот эти же Городские проекты Ребята активны Поэтому Я думаю Что Говорить Что После завтрашних Очередных Посиделок В городской Администрации Что-то Закончится Я думаю Нет Потому что Это должны Решать жители Избирать Мне кажется Что То что Законопроект Был внесен Сначала в ОЗС Потом был отозван И сейчас Внесен в город И скорее всего Поскольку Внесен Валерием Басюком Который представляет Фракцию Единая Россия Фракция большинства В общем то И в городской думе Тоже Не кажется ли вам Что именно Эта версия Документа Будет принята Одобрена Думой Впоследствии Одобрена Законодательная Соберяна Не уверен Не уверен Потому что Общаясь С депутатами И с разных Фракций Тут абсолютно Мне кажется Нет никакой Политики Там и СР И ЛДПР И некоторые Единороссы Они за то Чтобы Вернуть Все таки Выборы А при голосовании Ну да Ну вот знаете Поэтому мы избираем Таких депутатов Которые Вот в кулуарах Как вы говорите Говорят одно А при голосовании Ну вот Кнопку жмут На совершенно другое Поэтому Просто тут Жителям Надо Осенью Сделать Правильный выбор И Выбрать Тех депутатов Которые Будут говорить одно А делать другое А будут делать Ровно то Что выгодно И что хотят Жители нашего города То есть ваш прогноз Что законопроект Завтра поддержан Рабочей группой Не будет Я думаю Что рабочей группой Он будет поддержан Он будет быстрее Все вынесен На голосование С таким С такой формулировкой О том Что отправить Там законодательное собрание То есть С поддержкой Городской думы Уже Насчет того Что Будет Ли Он поддержан На городской думе Вот Честно говоря У меня сомнения Потому что Учитывая Вот эту Партийную дисциплину Которая Ну Противоречит Иногда Абсолютно Здравому смыслу Там У тех или иных Партий Да Поэтому Тут я И готов сказать Но я очень надеюсь Что он будет Именно внесен С той формулировкой Где Люди И жители Нашего города Будут сами Избирать себе Главу города То есть вы думаете Что будет поддержан Не законопроект Который был Валерием Басюковым Внесен Вы знаете Вот я не знаю Кто такой Валерий Басюк Даже не представляю Как он выглядит И чем он Я понимаю Но чем он Что он сделал Хорошего для города Тоже честно говоря У меня большой вопрос Ну кроме вот таких вот Он очень активный законодатель Активный законодатель Но вы посмотрите Какие законодатели Если у нас Жители Большинство Жителей города Давайте выйдем И спросим За что люди За прямые выборы Или это И когда Будет Слышать людей И по крайней мере Да Может быть Там Есть инициативы Действительно Которые там Нереализуемы Но это абсолютно Элементарная Инициатива Жителей И она Достаточно Справедливая На мой взгляд Почему Потому что Ну Так должно быть То есть люди Которые платят Здесь налоги Которые здесь живут Они должны выбирать Кто Кого Они хотят Видеть На должности Главы города В котором Они живут Потому что Их что-то Не устраивает Поверьте Если бы У нас в городе Было все замечательно Все устраивало Было бы Не знаю Там Замечательное Зеленение Замечательные дороги Там Доличие школ Детских садов То люди бы Не поднимали этот вопрос Им бы было Честно говоря Все равно Просто Они уже От безвыходности Начинают искать Способ А как же Все-таки Можно улучшить Почему К примеру Эти же Ихние соседи Уехавшие В какой-нибудь Не знаю Подмосковный городок Или в какой-нибудь Другой Любой город Не сталкиваются С этими проблемами Поэтому Они ищут способ Они здесь хотят жить Поэтому Они ищут способ Как это можно сделать Вот они видят Такое И поэтому Людей просто Надо слышать Если люди хотят Ну Если как бы Есть сомнения Как люди Просто надо сделать Референдум Ну не в течение Трех дней А Честный референдум Прозрачный И так далее В течение Одного дня Чтобы Где было Опять 70% За Комиссию И 20% За прямые выборы И 10% Неопределившиеся Как у нас Это обычно бывает Или там Испорченные бюллетени Поэтому Как бы Все эти активные Законодатели Если они Делают И не слышат народ Я думаю Что их Инициатива Они просто Приведут Ну К каким-то Дедовольствам И так далее Но ведь этот законопроект Как раз и есть Результат того Что жители Слышат Потому что Очень многие Жители Выступают Против Двоевластия Абсолютно верно Двоевластия Нет Они хотят Но выборов Нет Выборов Нет А что Двоевластия Нет Зато Два главы Теперь будет Один Вместо Не может Вот поверьте Я был В конкурсной Комиссии Где выбирают 10 человек Хорошо Пять из них Депутатов Которые В принципе Выбирали люди Допускаю Но пять-то Человек Которые Отдают От губернатора Их-то Никто не выбирал То есть Их никто не выбирал Это такие же Назначенные Министры Какие-то Которые Пришли И решают Судьбу Пятьсоттысячного Города Так да Эти людям Они сами Выберут Ошибутся Они не ошибутся Выберут Какого-то Непорядочного Как у нас Все очередные Что не Глава администрации То уголовные дела Впоследствии У нас 10 лет Был такой жулик Что мы сейчас читаем СМИ И просто как бы Самоудивляемся Просто как такой вор Был Самоу власти Города 10 лет Ну вот То что мы Читаем Из зала суда То что вы пишете Какие журналисты То что Но ведь тоже люди выбирали Ведь люди его в составе списка Выбирали Голосовые Выбирали Последнего Вы знаете Вот в Пензенской области Посадили Кубернатора На следующий день Посадили главу Избирательной комиссии Вот И я бы Очень рекомендовал Нашим правоохранителям Проверить все Все выборы Которые у нас Происходили С 2012 Года Когда людям На выборы В городскую думу Под предлогом Народный наблюдатель Выдавали по 500 рублей Давайте с этого начнем И проверим Реальный результат Когда В 2016 году Вот я могу По своему участку сказать Это есть данные На избиркоме Там 1260 Испорченных бюллетеней Где стоят Вторые галки Такого быть Не может Просто не может Я на первом месте Был по испорченным бюллетеням Потому что Люди Которые приходят На избирательные участки Они политически грамотны А кому Выборы не интересны Они никогда Не пойдут Ни за какие Они просто Не ходят Они не знают Где их участок Находится Может они уже Не верят Они ходят На выборы Там много Много лет С 90-го года Да у нас Типа демократия И в конечном итоге Они получают Повышение пенсионного возраста Рост коммунальных платежей И так далее То есть люди Не верят В избирательных комиссиях Работают какие-то Особенные люди Нет Не особенные люди Те же самые люди Которые ходят по этой земле Живут в этом городе Люди работают Бюджетники Люди работают Бюджетники Которые Это как правило Там председатели Там Это бюджетники Это Само Какие-то школы Там Как бы И так далее И То есть Им Ну Они видимо Дорожат просто Своим местом И видимо Идут и делают То что Как бы Вот то что мы получаем Поэтому Я очень рекомендую Просто правоохранителям Точно так же сделать Как в Пензе Ведь в Пензе Почему-то подняли Эту ситуацию Ну как можно Избрать Губернатора В сентябре 20-го года И Через там Через полгода Практически Он Самооказывается Его Берут со взяткой И вдруг Узнают Ой вы знаете Он неправильно избран был И естественно Единая Россия Приостанавливает Там членство в партии Ой какая Какое Недоразумение У нас У Быкова Тоже приостановили Похоже членство в партии Ну Поэтому У нас был Единственный Избранный мэр При котором Что-то двигалось И делалось Это Василий Алексеевич Киселев Да У него были Конечно Куча проблем Куча вопросов И так далее Но По крайней мере При нем Что-то происходило При нем Двигалась очередь На жилье У бюджетников При нем Строились Какие-то объекты И так далее И администрация Было не 600 человек А 170 170 человек А полномочий Администрации Были больше А сейчас каждый год Было больше Муниципальных предприятий А сейчас каждый год В принципе Мупов Становится меньше Потому что Они разворовываются И в конечном итоге Падают Взять Вот допустим Последнее То что упало Ленинская Управляющая компания Но она же Просто была Разворована Она не могла Просто без воровства Просто взять И В один день Там схлопнуться У нас 100 с лишним Управляющих компаний Частных Но они худо-бедно Живут Там Кто-то лучше Кто-то хуже Там и так далее Но Почему-то Все что муниципально Все приходит У нас там Не знаю Кристалл На грани Банкротства У нас там Еще другие Костиница Губернская Там Десколько лет Кормила Только Сама себя Проблем с Муниципальными Предприятиями Много Поэтому Я считаю Что Путь только один Выбирать Как это было До 2005 По-моему Да В 2005 Году Это отменили Я считаю Что это надо вернуть У нас полминутки До перерыва Поэтому я вам Последний вопрос задам Вы сказали Что были в составе Конкурсной комиссии С вами пытались договориться Нет Со мной Бесполезно Договариваться Поэтому У нас же город Маленький И все прекрасно знают И со мной Никто уникает И Там и смысла не было Со мной договариваться Потому что Там было четко Понимание Как будут голосовать Вторая половина Не То есть Ну и соответственно Все кто В том числе Был в конкурсной комиссии Кто Депутаты На штатной основе Поэтому Со мной Смысл Давайте Проверемся на рекламу В эфире Особого мнения Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Проверемся на рекламу Продолжим с другой темой Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Его гость сегодня Денис Ерохин Мы К другой теме Переходим Продлагаю обсудить Новость Которая На этой неделе Также появилась В Кирове Нашли инвесторов Для восстановления Дома Аверки Пермина Это тот самый дом Который расположен Спаска 10А И жильцы которого Не так давно Получили Письма Счастья Да Так я их назову От управления Государственной охраны Значит Где им Выносят предостережение Что в отношении них Может быть Возбуждено Административное Производство За бездействие И доведение дома До такого вот Удручающего состояния И Значит Информационные Порталы сообщают Что найден инвестор Некий инвестор Правда Имя его Не называется Вопрос в том Верите ли вы В эту историю Потому что дом Во-первых Как бы уже стоит Много лет В таком состоянии Во-вторых Уже неоднократно Выставлялся на торги Никакого интересанта Не было И вдруг Сейчас появляется инвестор Насколько эта история Реальна Как вам кажется Ну Как раз Где проживают жильцы Там состояние дома Еще какое-то Удовлетворительно Вот А то что Будет спальная часть Где вот Будет спалитет Неоднократно Пытался выставить На торги Помещение В этом доме Это как раз Знаете В таком Печальном состоянии Там уже все И провалилось Там и так далее Странно конечно То что Это первый кирпичный дом Я так понимаю В Кире Самое первое Каменное здание Самое первое Каменное здание С 1755 года С 1755 года Вот с 1755 года Вы знаете Дом пережил все Не пережил только Действующую администрацию Которой сейчас Вот он принадлежит И будет спальную Кампанию МОП ЦКС При котором в принципе И рухнула крыша Этого дома Вот с 1755 года Вот самая большая Беда у этого дома Была именно Вот до сегодняшний день Вот Муниципально Управляющая компания Поэтому Подождите Я хочу спросить Сразу Управляющую компанию Чтобы управляющая компания Провела какой-то Объем услуг Какой-то набор Работ Для этого Должно собраться Собрание собственников Жилья И они должны Утвердить Перечень работ Среди собственников Помимо Помимо просто Физических лиц Там 2-2 пенсионерки Проживают Большая часть Жилья Муниципалитет 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 Почему своими Квадратными метрами Не голосовал Или голосовал Но Муниципалитет Честно говоря Наверное Я так понимаю Было неинтересно Поэтому я и говорю Что дом пережил С 1755 года Все Не пережил Действующий муниципалитет Но так не повезло Этому дому То есть Это самая большая беда Видимо Была у этого дома С 1755 года Насчет Верю ли я В эту историю Честно говоря Не очень Я спрашивал Когда эта новость Появилась Я спрашивал У ДМС Действительно Какой-то Интересант есть Который готов Выкупить У департамента Муниципальной собственности Действительно Какой-то Интересант есть И Который Готов Купить И восстановить Но Пока Это только намерение Пока Это только слова И таких Проектов И прожектов У нас И в области В городе Было Полно Когда Но переговоры были Или не были Ну какие-то Вроде Какие-то намерения Там Там и так далее Как-то так Пока не будет Дом этот Обнесен Забором И не начаты Строительная работа Но в эту историю Верить Что кто-то Придет И восстановит Я бы Наверное Пока не стал Потому что дом Действительно В печальном состоянии Восстановить его Достаточно сложно Учитывая В том числе Культурное Вот это Наследие Которое у нас В Кире Очень много То есть у нас Культурным наследием Даже Являются дома Где переночевал Какой-то Революционер И так далее А это действительно Культурное Наследие Поэтому я думаю Что это Достаточно Дорогая история В которую Надо Достаточно много Вложить Чтобы этот дом Привести В нормальное состояние Поэтому И самое главное Ботиваться Этих людей Либо это просто Как Для чего То есть как бы Как Коммерческий объект Он наверное Не подойдет Он Не представляет Ценности Просто Как чтобы было Ну здорово Если такие люди есть И если это Действительно Произойдет Ну это будет Хотя бы кто-то Спасет Но ведь наверное Он это будет делать Не из любви К архитектурному Наследию Хотя такие люди Наверное тоже есть Может быть Может у человека Есть возможность И он Решит Сделать такое Хорошее Доброе дело Поэтому Если я говорю Еще раз Что это будет Ну это Будет здорово Но Пока я в это Не верю И не верю Что кто-то Что-то Начнет делать Или может Человек просто Там оценит По штабу Или упрется Опять же В те Проблемы Которые Там ему Выстоит Вот это Самоуправление Культурным Наследием Или как оно Правильно Называется Когда ему Дадут Управление государственной охраны Да Когда ему За проект Досчитают Там определенную цифру Когда там Должна будет делать Специализированная Организация Которые все Работы В принципе Одни и те же Строительные Но удорожание У них будет Поэтому Я думаю Что может И кого-то Это остановит Поэтому Я еще раз повторюсь Если это будет Это будет здорово Но в любом случае Дом Необходимо спасти Чтобы он Хотя бы просто Не упал Потому что Ну это просто смешно Если с 1755 года Он упадет Именно сейчас Ну то есть Если история с инвестором Это я так понимаю Что очень Призрачный туман Тогда вопрос Какие есть другие Пути его ремонта Потому что Тот штраф Который собирается Выставить Управление государственной охраны Это собственно говоря Только для физлиц Там 200 тысяч Максимальная планка Для юрлица Я понимаю Что администрация Это юрлицо Наверное Будет как на юрлицо Выставлен 200 тысяч Это минимальная санкция То есть там От 200 тысяч До 5 миллионов Если даже администрация Выставит этот штраф С домом Ничего не случится То есть К дому Это не поможет Это будет просто Из-за бюджета Одного уровня Деньги перейдут В бюджет Другого уровня В виде штрафа Дом в любом случае Пытаться искать Инвесторов Я думаю Что искать надо Если мы его за столько лет Не нашли Ну я думаю Что сильно Это никто и не искал Потому что Вот сейчас только В УДМС С приходом Нового Дочальника УДМС Управление по делам Муниципальной собственности Хотя бы стали продаваться Объекты За реальные деньги Хотя бы стали возвращаться Те объекты Которые были выданы Там На непонятных условиях У нас большинство Договоров Например аренды Были заключены Там Коммунальные платежи Оплачивал город То есть таких историй На самом деле много И я думаю Что Ну когда у нас стояли Магазины на первой линии Которые выкупали По 4000 рублей Вряд ли кому Кому-то было Доисторического Дела Доисторического Дома Во дворе Да То есть Поэтому Я думаю Что в принципе Если вот Так же активно Будет искать Может кто-то И найдется Может быть Частями Может быть Будет спалитет На каких-то В каких-то Далях С привлечением По площадям Привлечет Каких-то инвесторов Но чтобы пришел Один инвестор Это конечно Здорово Но Сомневаюсь Две минутки До конца эфира Остается Давайте еще одну Тему обсудим Дмитрий Осипов Глава администрации Кирова Пообещал Что в Кирове Наконец-то Появятся площадки Для выгола Собак Сказал Что создавать Их могут Только с 2022 Года Но по закону По федеральному Если я не ошибаюсь Там площадка Должна быть Всегда в шаговой Доступности Вопрос Хватит ли нам Муниципальной земли Еще и при условии Того Что у нас Градостроительный план Уже принят И наверное Его надо как-то Видимо переделывать Или как это все Разрулить Вы знаете У них каждую весну Какое-то Бывает то обострение То борьба с автомобилями То вот В эту весну Значит Борьба с собаками Да То есть Что и в том И в другом случае Но это есть федеральный закон Между прочим Я понимаю Но в том И в другом случае Чтобы вообще Что-то запрещать Да Как они пытались Неоднократно В том числе На комиссию по ЖКХ Где я являюсь Представителем Выносить эти вопросы Там О запрете Там Выгула Там Наложение штрафов Ну Естественно Все это Как бы Дальше комиссии Не уходит Почему? Потому что Ну это На уровне бреда У нас на сегодняшний день В Кирове Одна Специализированная площадка Где можно гулять С собаками Это в Кочеровском парке И у Метрограда Вот У Метрограда Да Вот появилась Но вы представьте Чтобы допустим Не нарушить Там закон Жителю Как бы Навятского района Ему на собаку В рюкзак Или в багажник И Ехать с ней Там погулять Ну это же Вообще полная ерунда Поэтому Необходимо Чтобы что-то запрещать Необходимо Создать Самолюдям условия И тогда уже Говорить о том Что это будет Вопрос Муниципальной земли Хватит Я думаю Я думаю Что хватит Хватит Ее просто Ну Надо не всю Состраивать точечно Именно что-то сделать Для людей В том числе Вот для Ну что-то хватит То есть в центре Наверное Это будет проблематично Но в новых микрорайонах Конечно Это надо предусматривать На стадии Вообще строительства Новых домов Я на этом предлагаю Нашу программу закончить Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Был ее гостем Денис, спасибо Всего доброго Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM